Добрый вечер! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Алина Тилова и в начале нашего выпуска коротко о главном. Подарок судьбы. Это символ года. Первый подарок. В новогоднюю ночь в перинатальном центре республики появился на свет первый малыш 2015 года. Проверить шины у машины с 1 января вступил в силу новый техрегламент. О том, чем грозит езда на летней резине, смотрите в нашем выпуске. В здоровом теле здоровый дух. В эти дни в Кабардино-Балкарии стартовал зимний чемпионат по футболу на Кубок мэра города. С 1 января размер материнского капитала за рождение второго ребенка увеличено 23 тысячи и составляет 453 тысячи рублей, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. В нынешнем году на эти выплаты в бюджете Пенсионного фонда заложено 344 миллиарда рублей. Направления использования мат-капитала остаются прежними. Улучшение жилищных условий, обучение и содержание детей в образовательных учреждениях и увеличение пенсии матери. Новый год – праздник веселья, радости и подарков. Для нальчанки Залина Хомукова судьба приготовила особый подарок. 1 января она родила мальчика, первого жителя Кабардино-Балкарии, появившегося на свет в первые минуты 2015-го. О новогоднем чуде расскажет Нуржан Кубадиева. Это символ года, первый подарок, а это небольшой презент от перинатального центра. Пусть этот ребенок будет самым счастливым, здоровым. Это первый мальчик, который родился в Кабардино-Балкарии, достойным сыном своих родителей, своей республики. Для 37-летней нальчанки Залины Хомуковой этот малыш – третий ребенок в семье. Родился он сразу после боя курантов, 1 января. Вес – 3 килограмма 250 граммов, рост – 51 сантиметр. С числа 29-го ставили, потом 2-го ставили. Получилось так, неожиданно для всех. Толкожданно, без осложнений. Слава Богу, после меня еще рожали. Мальчика тоже родила соседка. По оценкам врачей и мама, и мальчик чувствуют себя хорошо. Всего в эту ночь в двух отделениях перинатального центра на свет появилось 15 малышей. Эти цифры почти вдвое больше, чем в прошлом году, констатируют медики. Рождаемость увеличилась. Это позитивные сдвиги. Улучшается социально-экономическое положение республики, ну и, соответственно, улучшаются показатели. Это около 14 тысяч деток родилось за 14 год. Все малыши, родившиеся за первые дни Нового года, здоровы. Их состояние врачи и анатологи оценивают как удовлетворительное. То, что показатели детской смертности пошли на спад, подтверждает и официальная статистика. Смертность детская у нас снижается ежегодно за последние 6 лет. И за 14 год она значительно снизилась. И этот показатель один из лучших в Российской Федерации. Ну а Залина Хомукова и ее мальчик, имя которого пока еще не придумали, уже завтра будут дома. Новогодние праздники в Кабардино-Балкарии проходят без особых эксцессов и серьезных происшествий. Однако в эти дни спасатели, пожарные и медики остаются на чеку. Неосторожное обращение с новогодними петардами, алкоголь и гололед в числе основных причин попадания людей на больничную койку. Тему продолжит Марьян Жангуразова. В республиканском МЧС отмечают. Новогодняя ночь в столице республики прошла относительно спокойно. Крупных ЧП не зафиксировано. Однако совсем без возгораний по республике не обошлось. Пожарные расчеты трижды выезжали на борьбу с огнем. В новогоднюю ночь у нас произошло три пожара. Это у нас в поселке Тескол 4 квадрата балкон сгорел жилого дома пятиэтажного. В Чигемском районе у нас обшивка сауны, где-то около 5 квадратов тоже. И в городе Нальчик у нас горела одна машина, моторный отсек автомобиля. А вот врачам отделения травматологии РКБ ночью с 31 на 1 работы заметно прибавилось. С ожогами от петард и травмами сюда обратились 22 человека. Ушибы, переломы, вывихи и раны. Результат гололеда, алкогольного опьянения и, конечно, людской беспечности. Обратился маленький ребенок, сколько ему было, 10-12. Это было 31-го, я работал днем. У него рана первого пальца с дефектом кожи. Такую рану, сколько бы ни соединили, ни зашил, там все равно дефект будет. Кстати, именно 10 чаще всего становятся жертвами новогодней пиротехнической продукции. Из года в год количество обратившихся к медикам пациентов, пострадавших от взрывов петард и фейерверков, только растет. Поэтому врачи призывают взрослых максимально оградить детей от таких опасных предметов. Марьям Джангуразова, Нуржан Кубадиева, Марат Татруков. Вести Кабардино-Балкария. Украшенная елка на дне Голубого озера. Так необычно в Кабардино-Балкарии отметили Новый год дайверы. К слову, такой праздник уже стал традицией. Подобные прогружения проходят уже восьмой раз. 10 человек, ныряльщики из Нальчика, прохладного и Сентуков, Пятигорска и Кисловодска, установили новогодний символ на пятиметровой глубине. Можно было спуститься и пониже, говорят дайверы, но тогда елку не было бы видно с берега. Дерево закрепили с помощью тросов, чтобы не унесло течением. В роли подводного Деда Мороза впервые себя попробовала и Анжела Кучеренко, единственная в этой команде девушка. Напомню, что Голубое озеро, второе по глубине в мире, 256 метров. Почти 10 тысяч туристов посетили при Эльбрусе в первые дни Нового года. Эти данные звучали сегодня в пресс-службе курорта Эльбрус. Среди любителей активного отдыха не только жители регионов Северного Кавказа, но и Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Ставропольского и Краснодарского краев. По словам отдыхающих, катание в нынешнем сезоне более комфортное за счет гладких склонов и увеличение количества зон катания. До открытия сезона с предпринимателями обсуждались вопросы ценовой политики, чтобы услуги были приемлемыми для всех отдыхающих. Сейчас горнолыжные склоны при Эльбрусе покрыты густым слоем снега. Температура воздуха приближается к 8 градусам ниже нуля. На курорте активно работает снегоуплотнительная техника. Функционируют все канатные дороги. Продолжаем. С 1 января 2015 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Согласно ему, автомобилисты обязаны укомплектовать свои машины зимней резиной. Такие требования будут действовать с декабря по март. Это должна быть нанесена маркировка в виде горной вершины с теми опиками, где внутри будет снежинка, либо маркировочный знак М плюс С латинскими, либо МНС латинскими. В Республиканской госавтоинспекции обещают строгий контроль исполнения тех регламентов. Если водитель не перейдет на зимнюю резину, его привлекут к административной ответственности. В овцеводческих хозяйствах Кабардино-Балкарии начался окот. Увеличение численности поголовья – задача дня для всех животноводов. Сейчас в Республике действует госпрограмма развития сельского хозяйства, реализация которой позволит возродить овцеводство, говорят в Минсельхозе КБР. С подробностями наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Численность поголовья овец по всей стране сокращалась последние несколько десятилетий. И это отрицательно сказалось на экономике многих регионов, в том числе Юга России. Народное хозяйство лечилось важнейших источников сырья – шерсти, овчины, мяса и финансовых поступлений. Среди проблем отрасли главной считается невысокая рентабельность – в пределах 10%. При этом расходы на производство, к примеру, шерсти, практически равны выручке от реализации. Выручает спрос на мясо. Инновационные технологии ВПК пока никак не отразились в отрасли овцеводства. Но работа в этом направлении идет, и неплохо. Примером тому, вот это северокавказская мясо, шерстная порода овец. Именно на них и делают ставку прохладницы. Мясо отличного качества и экологически чистое. Шерсть также высокого качества. Сегодня Минсельхозом России предпринимается немало усилий для того, чтобы создать крупные центры по переработке продукции овцеводства на юге страны. И первые результаты уже есть. В соседней Карачаево-Черкесии создано уникальное производство по переработке шерсти. Сейчас в Кошарах племь овцезавода Степной идет аккорд. Без преувеличения это самый ответственный период в работе овцеводов. Прошедшие несколько лет были для хозяйства сложными. Поголовье значительно уменьшилось, а восполнить его стоит большого труда. Первые результаты радуют, говоря, животноводой. Вроде аккорд идет хорошо, отлично. Слава Богу, погода в этом году тоже нормальная. Корма и сена, все хватает. Сейчас в Степном две с половиной тысячи овец. Из них половина овцематки. От каждой сотни рассчитывают получить по 100-110 ягнят. Маточное поголовье содержится в особых условиях. В Кошарах тепло и чисто, а кормление и водопой чуть ли не по часам. Руководитель хозяйства Игорь Ячный в эти дни часто бывает здесь. Интерес его связан не только с воспроизводством отары. Хозяйство уже долгие годы тесно сотрудничает с агронаукой. Мы не первый год работаем с нашим институтом сельского хозяйства. Именно с отделом животноводства. Это и по овцеводству, и по крупнорогатому скоту. Ну, все практически, которые есть именно советы, которые есть пожелания, мы стараемся выполнять. Ну и, естественно, есть результат. Хотим сохранить и преувеличить даже и поголовье, и чтобы рабочие места были. Потихоньку начинаем где-то какую-то кошару примонтируем, где-то навес каждый год добавляем, потихоньку добавляем, чтобы прийти к тем показателям или к тому количеству, которое было раньше. То, что овцеводство сегодня нуждается в господдержке, понятно всем – и чабанам, и руководителям хозяйств. В Кабардино-Балкарии взят курс на возрождение отрасли. Принята соответствующая госпрограмма. Прорабатывается вопрос о ее реализации. Субсидии из федерального и республиканского бюджета стали хорошим стимулом для работников ферм. По данным Кабардино-Балкария-Стата, численность овец и коз в республике на конец минувшего года составила около 370 тысяч голов. Сафар Гиреев, Анатолий Гирико. Вести Кабардино-Балкария. О спорте. Нальчики проходят открытый зимний чемпионат по футболу на Кубок мэра города. Стартовал турнир в начале декабря. В нем участвуют 16 команд. Всего футболисты проведут 15 туров, в каждом из которых по 8 игр. Позади уже половина встреч. К настоящему моменту в лидерах Прохладненский горец, команда 31-й школы Нальчика и футболисты из Яровка. Интересен зимний чемпионат тем, что ведущие футболисты нашей республики, выступающие в профессиональных кубах, на зимние каникулы, возвращаясь в родную Кабардино-Балкарию, активно принимают участие в этих соревнованиях. В ближайшие дни состоятся сразу три решающих игры. Завершится чемпионат 1 марта. По его итогам будут также названы лучшие игроки. И последнее. Региональный центр мониторинга и прогнозирования ЧАЭС сегодня распространил штормовое предупреждение. Этой ночью и завтра, 6 января, в горах Кабардино-Балкарии лавина опасна. Возможно повреждение автодорог, строений, линий связи и электропередачи. Спасатели рекомендуют туристам не кататься вне горнолыжных трасс, а жителям населенных пунктов не выходить в горы в непогоду. В случае возникновения ЧАЭС обратиться можно в экстренные службы. Номера телефонов вы сейчас видите на своих экранах. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Его представит моя коллега Зухраб Шихачева. До встречи на телеканале «Россия». Торговый центр «Офис и дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. Уже завтра в регионе погода начнет меняться и обещают неприятные сюрпризы в виде осадков и понижения температуры. Над Зольским соберутся облака. Пойдет снег – минус 4. Еще морозней в горах. У подножель брусов в светлое время суток термометру покажут 8 ниже 0. Не исключены осадки. На пару градусов выше температура в Тернаузе – минус 6. На дорогах гололед. Восточный ветер принесет в Баксан, Чигим и Норткалу порцию снега. Воздух там остынет до 2 градусов. На территории прохладницкого и Майского, а также Терского и Лискенского районов характер погоды схожий. Осадки и легкий мороз до минус 2. В Кашхатауне большое повышение атмосферного давления до 4 ниже 0. Капризы погоды проявятся и в столице Кабардино-Балкарии. Показания термометров непостоянны – 0,2 снег. Это был прогноз от центра ФОБОС. Всего доброго!